Лидеры среди всех Нижегородской области заняла первое место в России по числу предприятий участников нацпроекта «Производительность труда». Одно из предприятий, которое посетил министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов – завод «Заря». Это яркий пример того, как исполняется нацпроект. Предприятие специализируется на выпуске оборудования для химической, нефти и газоперерабатывающей атомной отраслей промышленности и оборонного комплекса. В нацпроект завод вступил в 2019 году. В поручении Глеб Сергеевича Никитина была продумана региональная программа поддержки предприятий, которые участвуют в национальном проекте. Уже третий год подряд предприятие получает компенсацию затрат 50%. Мы компенсируем затрат на оборудование до 5 миллионов рублей. И большинство предприятий, которые участвовали в национальном проекте, смогли по этой программе не только получить знания и внедрить элементы производственной системы, но и модернизировать оборудование, в том числе по региональной программе компенсации. И мы видим на каждом предприятии новые станки, новое оборудование, которое приобретено именно по этой программе. Наше предприятие повысило производительность труда на 24%, увеличено новых рабочих мест на 4%, средней зарплатой 42 тысячи рублей. На основании этого проекта, при поддержке Министерства промышленности, мы провели адресное обучение в 2019 году по повышению производительности труда. На основании этого обучения, которое происходило в течение года, по результатам этого обучения, у нас повысилось на 17% производительность труда. Плановый показатель нацпроекта 2021 года перевыполнен более чем на 35%, об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин. По его словам, к концу нынешнего года участниками нацпроекта производительность труда должны были стать 98 компаний, но уже сейчас в нацпроект вступили 136 предприятий. По поручению главы региона Минпром разработал субсидию для участников нацпроекта производительность труда. Так, из областного бюджета будет компенсировано предприятием до половины затрат на приобретенное оборудование. Максимальный размер субсидии – 5 миллионов рублей. Что же касается Держинских предприятий, то также в ходе визита Максим Черкасов вместе с председателем законодательного собрания Евгением Люлиным посетили предприятие «Хромос Инжиниринг». Здесь производят уникальные измерительные оборудования, необходимые для химических предприятий. Затем с визитом они отправились на бампер НН – одно из первых предприятий в России, на котором производят окрашенные кузовные детали. У нас сегодня в Держинске создается много очень небольших средних предприятий, которые очень мобильные, могут быстро перестраивать производство. Работают действительно под потребителя, то есть производят то, что сегодня необходимо. Сложно перестраивать большие и крупные комплексы предприятия с численностью, вот они в среднем все 200-230 человек. С локальным расположением оборудования они быстро перестраиваются. Постоянно мы видим модернизацию. Впечатления по всем предприятиям хорошие. Мы продолжаем курс посещения предприятий Держинска, знакомимся с проблемами с предприятием. И практически на каждом предприятии существуют возможности получения государственной поддержки. Стоит отметить, что нацпроект «Производительность труда» разработан в соответствии с указом президента Владимира Путина. Он включает федеральные проекты, системные меры по повышению производительности труда и адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях. Цель нацпроекта – обеспечить 5-процентный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики. Поэтому можно быть уверенными, что в ближайшее время количество таких предприятий значительно увеличится. Наталья Лисова, Время новостей.